Таиланд, Мукет, как все это по факту происходит. Так, мы с Владимиром ездим уже обсуждаем. Всем привет! Слушайте, тут очень много интересного. На самом деле рынок перспективный. Сейчас в офис посмотрим. Владимир расскажет нам детально, что и как происходит. А вот тут сколько стоят примерно вот такие вот дома? Вот это у все дома под бизнесом. Вообще в Голландии малый бизнес. Очень хорошо работают люди. Первая линия. То есть на втором же, потому что даже живут. На первом даже у них бизнес. В принципе, из-за жителей Голланды. И они если продают, то прибыло по наследству. А, ну все, то есть это какая-то что-то вроде... Не знаю даже с чем сравнить. Ну понятно, центральный сам. Кстати, у нас в России нет таких улиц. У нас многоэтажки, потому что... Да, да. Что интересно, что в принципе это малый бизнес вообще. Хорошо развит. То есть король. В одном плане дает возможность зарабатывать. Ты можешь на себе и желание работать. Ты можешь зарабатывать спокойно, мало. Смотри, как красиво. Вот он, классический Таиланд. Блин, аппетимно красиво. Так, ну и там видны горы. Так, ну что, вот на этой машине мы доехали с Владимиром. Еще раз, добрый день. Это мы в паркинге. Владимир у нас тут франчайзи-партнер наш. Развивает. Пулкетти мы недавно начали. Сразу надо сказать, только-только. Вот. Но я думаю, интересно. Пойдемте посмотрим. Очень удобно расположены возле российского консульства. Прямо вот наш офис. Так, я тут не один. И с мамой, и с дочей. Так, Владимир, ну как, давно офис здесь? Да, офис достаточно недавно. Начали мы работать в ноябре. Делали какой-то момент ремонт. Сейчас готовы принимать гостей. Клиентов. Всех ждем в Таиланде. Так, доброе утро, доброе утро. Как вы здесь живете у нас? Анастасия, Светлана. Доброе утро. Как все хорошо? А? Здорово. Строфика, все хорошо? Ладно, молодцы. Все, рады за вас. Так, что, как мы сделаем все? У вас и стол такой один большой. Да, пойдемте. Нет, у нас, смотрите, здесь получается несколько зон. Если одновременно пришло несколько клиентов, и идет презентация, то получается у нас есть одна рабочая зона, вторая, и пойдемте в третью. Зайдем там, где. То есть здесь уже... Здесь тоже. Да, то есть так. Потому что когда одна переговорная... Почему сделали несколько зон? Потому что когда одна переговорная, то все-таки она часто занята. И если пришло одновременно несколько людей, кто-то покупает, кто-то продает, то, конечно, удобно, можно и там располагаться. Так, хорошо. Слушайте, красиво здесь у вас. Владимир, ну, пару слов вообще о рынке Таиланда, Пхукета, Паттайя, Мангкок. Рынок Таиланда преуспевающий. Сейчас идет большой рост. Очень много людей покупает и смотрит как на разного возраста. Кто-то покупает для детей, кто-то для... уже все-таки проводить пенсию. То есть и Паттайя, и Пхукет очень растущий рынок в связи с тем, что разные ситуации у нас в мире. Все меняется. То есть люди более сейчас смотрят на то, что все-таки больше времени проводить в тепле. Давайте по цифрам. Сейчас для того, чтобы здесь купить, от скольки можно в Пхукете, допустим? Небольшие студии, апартаменты можно покупать от 3 миллионов рублей. 3 миллионов рублей, да? То есть это будет район, какая-то близость к морю, совсем не первая линия, но 3 миллионов рублей и выше. До моря это сколько минут ехать? На машине 5-10 минут. То есть это нормально, можно сказать? Не час, да. Хорошо. Дальше. Насколько сложно это сделать на сегодня? Очень легко все происходит. То есть может быть сделка, что даже не надо выезжать человеку из России либо с какой-то другой страны. То есть можно все оплачивать, все документы оформляются, но удаленно. Потом человек приезжает, начинает проживать. И за счет современной психологии можно смотреть 3D-туры, как этот будет объект выглядеть, как будет выглядеть квартира. То есть все очень просто. В целом, если посмотреть, я знаю, вот у нас многие говорят, что в Таиланде учетная ставка, по-моему, всего 2,5%. Да. Соответственно, инфляция не очень большая, правильно же я понимаю? Более-менее цены стабильны. Да. И рост недвижимости существует. То есть меняется курс доллара, меняется, также растет недвижимость. То есть, в принципе, это один из твердых капиталов, куда можно инвестировать. Слушайте, а если говорить о самих объектах, я, насколько знаю, в Пхукете не более 8 этажей. Да, сами все здания. И вот мы сейчас ехали, они в основном вообще маленькие, я даже больших не видел. Ну да, Пхукет, это не более 8 этажей, Паттайя отличается тем, что и Бангкок, это может быть 30, 40, 50 этажей. И тут как раз мы смотрим. Кстати, а в Паттайе же даже еще можно дешевле купить? Да, то есть первичный рынок тоже где-то от 3 миллионов, вторичный рынок может быть и дешевле. Даже за 2 миллиона рублей можно что-то купить. Удивительно вообще. То есть там море, курорт, такое время. Слушайте, что по климату? Я вот сейчас вот поехал, ну сегодня как-то удивительная погода, хорошая. Ну в основном уже сейчас как раз лето в Таиланде, так же как и в России. То есть часто температура и 35, и 40, и 43 градуса. Сейчас будет небольшой сезон дождей, но уже на протяжении двух лет дождик нету заливного, то есть он пролил, после этого опять 2 часа, и все сухо, и можно идти комфортно на море. Слушайте, а у нас наоборот сейчас, вот в Сибири наводнения наоборот идут, то есть все видите в природе, как взаимосвязано. А как политическая обстановка? Стабильно здесь? Политическая на протяжении уже долгого времени ничего не меняется. То есть как был БАД, так он к доллару относится, так же законы, правила, то есть Таиланде в этом плане. Ну то есть Таилант стабильный в этом? Очень стабильный. Считаю, на протяжении уже, наблюдаю за этим на протяжении уже, наверное, 10 лет, то есть и за 10 лет ничего не вижу, что вообще что-то бы изменилось. Слушайте, такой вопрос, как тут русское сообщество, скульптура, много же переехало, я думаю, вы все уже объединились. Русское сообщество вообще очень мощное, но русское, можно сказать, русскоязычное. Ну я имею в виду русскоязычное. Что сейчас каждый второй бизнес в Таиланде это русскоязычное, то есть это рестораны, это агентство недвижимости, какие-то прокаты автомобилей, все, что связано с услугами, то есть очень много сейчас, конечно, русскоязычных здесь собственников, кто уже легализовались, открыли компании, перевезли семьи, то есть на сегодняшний день в школы, которые существуют на Пхукете, очередь, вот сейчас, допустим, одна из современных школ здесь, British School, то есть очередь 350 детей в школу, что нету мест. Получается, что с квартиры можно купить, а потом учиться негде? Да, но в этом случае с учебой все хорошо, то есть это одна из лучших школ, вообще на острове, и также в Паттайе школ достаточно много, и, в принципе, никто ни разу не сталкивался, что ты ребенка не можешь отдать обучаться, то есть всегда есть места, просто разные школы с разным ограничением, вот, один из примеров, то есть, все равно есть тенденция того, что много людей переезжает, перевозит детей в этот климат, и строится одновременно, то есть на сегодняшний день на Пукете строится, еще 4-5 школ сейчас строятся, потому что все успевают к рынку тому, что когда есть потребность в услуге, к этому все идет. Так, я знаю, что очень много уже передают заявки со всех этажей, да? Ну, как вы отрабатываете, как у вас процесс выстроен? Пока мы довольны, все идет успешно, при этом, конечно, есть кто в небольших думаниях, кто интересуется, то есть и понимаем, что цикл сделки все-таки это не так, что импульсивно человек захотел и купил, то сейчас люди более обдуманно подходят к ситуациям, то есть и понимаем, что где-то человек покупает через 3 месяца, через 6 месяцев, очень много людей изучают, но в любом случае всем даем подробные консультации, чтобы люди могли взвешенно принимать решения, а не как обычно, что это импульсивно делается, потом человек думает, зачем купил недвижимость в Таиланде, поэтому мы за то, чтобы эти решения были приняты как бы в реальности человека, чтобы потом он не разочаровывался. Так, и такой популярный вопрос у всех, что по условиям, я знаю, тут очень большие рассрочки дают, беспроцентные, многие застройщики, то есть реально, вот какой первоначальный взнос такой минимальный возможен? Да, на сегодняшний день первоначальный взнос 100 тысяч бат, то есть либо это 300 тысяч рублей ориентировочно, то есть это чтобы зарезервировать. Курс, по-моему, 2,6, да, сейчас какой-то? наверное, пока мы уже на 3 умножаем, но вообще, да, 2,6, 2,7, то есть он меняется, но... На 3 умножайте. Математически легче считать, да, ну, да, от 250 до 300 тысяч рублей первоначальный взнос, при этом резервируются апартаменты, и при взносе 30%, уже следующий этап, 30% расстройщики есть на весь срок строительства, либо там 2-3 года. то есть также сейчас некоторые застройщики уже кредитуют, то есть которые идут рассрочки от строителей, то есть срок стройки, они не облагаются никаким дополнительным процентом, но уже есть застройщики, которые готовы давать больше срока, 5 и 10 лет, то есть похоже на нашу ипотеку в России, но там уже от 6% годовых. 6% у нас сейчас на вторичку, допустим, в России вообще 17. Да. То есть, а тут... Вот здесь пока до 6, потому что в принципе... То есть можно реально появились, то дают на 10 лет по 6%, да? Да. Без всякой ипотеки, просто рассрочка. Несколько сейчас застройщиков уже появились. Слушайте, вот у вас это, конкуренция вперед ушла, получается. Так, дальше у меня вопрос такой, как вообще потом продавать, сложно, не сложно. Вот кто-то купил, обычно легко покупать за рубежом новостройки, но их потом попробуй продать, что называется. Как у вас с этим здесь? Ну, мы стараемся изначально выявлять портрет клиента, все-таки он покупает для детей, для себя, для проживания, либо он покупает для инвестиций. Поэтому если для инвестиций, то мы открыто сразу же говорим, какие шаги, в какой период. Если продавать, конечно, всегда сложно вторичную недвижимость, но в принципе на данный момент все зависит от стоимости. То есть если человек понимает, что это недвижимость, он понимает рынок, и там нет завышения никакой стоимости, то, конечно, все продается. Вопрос всегда стоимости. Ну все, хорошо. Так, какие пожелания потенциальным клиентам, всем, кто смотрит? Пожелание приезжать к нам в гости, в наш прекрасный офис на Пукете, в Паттайе. У нас есть бесплатные экскурсии по объектам недвижимости. Можем вас катать, показывать. Всегда есть время для наших гостей. Кстати, машина у вас шикарная, забрендированная. Такая давно забрендировали? Вот буквально, да, две недели назад. А, ну все, я думаю, что это, да. Надеюсь, не к моему приезду. Ну, тем не менее, я считаю, правильно выбор сделали, потому что клиентский сервис это реально важно. Вот, что могу сказать от себя, добавить пару слов буквально, да. Здесь понравилось. Понятно, что только начинаем развивать направление, но уже видно, команда формируется. А вообще на Паттайе у нас уже там стабильный офис работающий, да, молодцы, прям там уже пошло. Здесь только начали, первые месяцы идут такой настоящие работы, но уже все сформировано, все сделано. Офис, кстати, красивый, место шикарное, консульство рядом, показатель российское, да, то что, какой еще индикатор должен быть. Постепенно, конечно, планируем не только на российский рынок выходить, на международный, но вопрос времени. Сейчас начнем пока с российским, там потом туда развернемся, и тоже обязательно будут и местные риэлторы. Вот, я знаю, что в очень плотном взаимодействии с другими агентствами недвижимости, что стараемся развивать, да, партнерскую сеть и также скоммуницируем с другими бизнесменами, потому что так или иначе все любят по какой-то рекомендации покупать. А какой самый интересный факт о недвижимости Таиланда, вот который все удивятся? Самый интересный факт, это был этот спецвопрос, на который здесь так. Заранее, заранее не предупредили. Ну, мне, ну, первый факт, что не более 8 этажей получается в Фукете, да? Ну, да, и, наверное, все-таки от целей зависит, то есть, человек хочет приехать, наверное, самый факт, что тут всегда тепло, то есть, тут нету холода, и, наверное, тут контингент людей, которые ходят, если как бы... Зимой сколько у вас плюс? Ну, это так же, 28-30 градусов. То есть, самое тут, когда 20 градусов, тут такое невозможно представить. Ну, мы видели 24, но это было, там, 1-2 дня. Наверное, от холода там... Да, так вообще 28, причем, да, тайцы в 24 уже одевают кофты, штаны. Кофты, штаны. то есть, для нас это, как бы, ну, вообще, такие кофты, то есть, они... В общем, интересно, весело. Всегда тепло, так вот, основной фактор, рублей. Всегда всех ждем. Рады. Вчера, по-моему, у нас с тюменских этажей... В тюмене была вчера Екатерина и Лена, Лена, да. Пожалуйста, всегда двери открыты, заходите в гости, милости просим. А офис, все понравилось, мне лично сильно, я вот от себя что еще хотел добавить, что... Я тут еще поездил уже по городу, посмотрел, слушайте, город красивый, знаете, такой... Во-первых, чистый очень, во-вторых, видно, что зеленый, зелени просто вообще, да. Зелени много. Пробок не так много, ну и... Но я всегда всем говорю, в России все равно лучше. Нет, Россия, да. Россия есть Россия. Тянет, кстати, нет? Конечно, тянет. Тянет, да? Россия есть Россия, да, наша родина, да. Так что, не для переезда, только для инвестиций. Сейчас давайте я у Светланы спрошу несколько вопросов, мнений. Как вообще Таиланд? Таиланд, на самом деле, очень дружелюбная страна, здесь прекрасный народ, вы знаете, когда приезжаешь сюда и чувствуешь вот эту теплую атмосферу, расслабленность, очень хорошую энергетику, и здесь достаточно приятно жить. И недвижимость здесь для русских, я считаю, что пользуется большим спросом. Слушайте, расскажите, вы, я знаю, с Чехии переехали, да? Да. У нас. Вот. Там сейчас чуть сложнее стало, да, получается? Много, да. Ну, и из-за климата тоже, на самом деле, вся моя мечта жизни была жить в море. Так, вот она осуществилась? Да. Но обычно потом что-то так устают от моря еще? Пока нет. Нет? Пока я не устала, и это получение вот этой энергетики, и постоянное ощущение тепла и солнца, это того стоит. Так, Слушайте, ну, про рынок недвижимости. Как вообще с клиентами? Тяжело? Нет, они в основном, я так понимаю, сейчас дистанционные, да, у вас? Клиенты, да, дистанционные, с клиентами нужно работать. Есть какие-то опасения по поводу того, что это удаленность сделки и сложность переводов, но все это решаемо на самом деле. Мы предлагаем самые проверенные объекты, поэтому каких-то опасений быть особо не должно. Слушайте, а вот все-таки вы говорите, самое это значит, есть какие-то тут и проблемные. Да, к сожалению, бывает и такое. Как это проявляется? Что там? Не строят? А я, кстати, видел даже одну брошенную стройку, по-моему. И не одну, я вам скажу. Да, заброшенных стройок много, особенно в период ковида здесь было достаточно тяжело, много съехало, застройщиков уехали, то есть позабирали деньги. Поэтому, конечно, застройщиков мы проверяем неоднократно, то есть предлагаем только объекты, которые будут стопроцентно до конца построены. Ну, в общем, стараемся. Старайтесь. Нет, это молодцы. Слушайте, а вот у меня такой вопрос, вот вы пожили в Чехии, в России, в Чехии 7 лет, да, правильно понимаю? Да, 7 лет. А сейчас в Таиланде, так можете основные отличия сказать? Потому что, вот допустим, я вообще, я вообще исключаю для себя, честно скажу, переезд вообще, в принципе, теоретически даже. Ну, почему-то многие люди иногда переезжают. Вот в чем разница? Ну, из России я хотела уехать тоже по климатическим соображениям, потому что я не люблю зиму, холод, да, и, наверное, какую-то энергетику. То есть мне не хватало какой-то жизненной вау, такой, позитива. В Чехию сначала я приехала, все было хорошо, замечательно, и люди там были какие-то другие. Но со временем как-то все немного изменилось, и я поняла, что эту ступень я тоже прожила, и тоже мне хочется в тепло, в море, вот, прожить вот эту вот самую приятную часть жизни, осознанную, прямо просто в позитивном, хорошем настроении. Так, ну ладно. Так, резюме какое? Рынок Таиланда, я, кстати, удивился, цены не такие высокие. Да. Вот что меня поразило. Да. Реально можно, за 3 миллиона можно купить рублей. Ну, чуть далековато, я так понял это, да? Ну, здесь, на Пхукете? Да. Ну, на Пхукете немножко сложно, скорее, от 5 миллионов мы вам точно предложим Мне же только что Владимир сказал 3, подальше говорит это. Нет, подальше, да, это север, но там есть новостройки, нужно будет. Ну, вот реально это все-таки от 5, вот что прям в Пхукете? 100%, да. Ну, видите, у вас что? Хорошо, что я у вас тоже спросил. Владимир, мы уже предложим много вариантов, понимаете, от 3, там, это будет, возможно, какая-то, ну, вторичка, безусловно, да, мы найдем вам вторичку, вот, но будем стараться, есть у нас клиенты от 3 миллионов. как правило, я вот летел сюда, да, сколько мы, Алина, 7 часов летели, да, примерно? 7 часов летели. Ну, как вообще нормально? Просто, как нечего делать, аэрофлот 7 часов, и ты здесь. А как вы себя сразу чувствовали, адаптация легкая? Вообще легкая, я вот, он сейчас свеженький, хотя, это, сейчас, как... Вы знаете, все, кто здесь живут, все здесь молодеют, все себя прекрасно чувствуют, все на позитиве, поэтому, вот, именно, я считаю, рынок недвижимости Таиланда стоит рассматривать в первую очередь. Светлана, вы очень хорошо продаете, я думаю, все, кто ехал, уже смотрел, захотел приехать посмотреть. Ну, это на своем уровне. Я всем говорю, надо для инвестиций. Да, однозначно, и для инвестиций, в первую очередь. Кстати, расскажите, как вот доходность примерно, если за 5 миллионов покупаешь квартиру, в рублях, допустим, сколько это в аренду, если сдавать? Смотрите, расскажу вот этот, прямо, пул сейчас. Это квартира 25 квадратных метров, высокий сезон, ее можно сдавать 25 квадратных метров. высокий, а в среднем в год, реально? В среднем в год, это где-то порядка 20 тысяч бат в месяц. Ну, то есть 50 тысяч рублей. Да. Ну, слушайте, так это нормально. Это очень хорошо. Это 7-8 процентов годовых. Слушайте, ну, в долларах причем, по сути, ну, в батах, в батах. В батах, в батах, это стабильная валюта, поэтому здесь есть управляющие компании, то есть мы помогаем и с этим, не только продаем квартиры, мы находим управляющие компании, которые будут вам стабильно пересылать деньги, то есть следить за квартирой. В любой момент вы можете с нами связаться, и мы найдем, ну, то есть мы свяжемся с управляющей компанией и отследим. Каких-то переживаний в этом плане быть не может. Клана, спасибо большое вам. Вам спасибо. Чтобы все у вас тут хорошо было. Все. Но мы сейчас с семьей полетели дальше, у нас сейчас самолет в Сингапур. Все. Спасибо.